викторина посмотрите картинки общественно-политического и сексуального содержания угадать где они висят правильный ответ немецкий фонд помощи вич инфицированным и мы идем туда как ты здесь оказалась я в 2008 году переехала из россии в берлин по личным обстоятельствам и так как я в россии работала во всероссийской сети снижения вреда которая занималась профилактика вич инфекции среди людей употребляющих наркотики я по моим контактам уже сложившимся в то время попала в эту организацию дойче и тильфы сначала как волонтерка и потом я осталась и вот я уже 10 лет здесь работаю 85-м дочь и тильфа напечатала первый самый плакат или первую партию плакатов и тогда это очень интересно потому что восемьдесят пятом году не было лечения и не было очень мало информации и дочь и тильфа приняла такую стратегию не запугивать не говорить что вот спит чума все умрут а говорить на языке сообщества и говорить какую-то информацию доступную в то время и тогда была информация доступна о том что нужно заниматься безопасным сексом кажется очень показательно для германии что восемьдесят пятом году это было возможно производить и печатать такого рода плакаты мы объединяем под своей крышей все вич сервисные организации германии то есть у нас около 130 сейчас партнерских организаций которые являются нашими членами но при этом они независимо от нас работы мы не правительственная организация при этом мы получаем финансирование от государства большую часть нашего финансирования но мы от них не зависим а какой вас бюджет ну наш бюджет около 6 миллионов евро в год и около восьмидесяти процентов от этого бюджета мы получаем от министерства здравоохранения германии а остальное вы собираете как краудфандинг не краудфандинг у нас остальной бюджет складывается из частных пожертвований из денег от больных больничных касс страховок и от фармакомпаний то есть фармакомпании и страховые компании обязаны отчислять вам какой-то процент не обязаны но они поддерживают какие-то наши проекты в которых они заинтересованы например проект направленный на усиление приверженности к лечению людей живущих свит там может быть заинтересована фармакомпания и не дают какой-то какую-то часть денег на этот проект но у нас есть правило из-за того что мы хотим оставаться независимыми и самим решать с какой группой мы работаем на какие темы что мы пишем в своих публикациях какой дизайн мы используем для своих публикаций поэтому у нас есть правило что финансирование от фармакомпании не может превышать пяти процентов от общего бюджета потому что если бы это было больше пяти процентов тогда фармакомпании могли бы диктовать направление нашей деятельности зачем вам независимость от страховых компаний или от фармакомпании понятно а зачем вам независимость от государства ну так сложилось что мы организация базирующая на сообществе людей живущих свит и так как это организация сообщества сообщество хочет все-таки оставаться независимым чтобы принимать решение о том что сообщество нужно в вопросах профилактики вич-инфекции независимо от государственной политики а наоборот говорить государству что нужно сообществу для того чтобы бороться дальше эффективно с вич-инфекцией а так можно было до брать государство деньги и говорить не вмешивайся это не все так просто и это не всегда так было мы организовал организация появилась в 1983 году и тогда это была такая очень маленькая инициатива геи-мужчин живущих свит и медсестры и тогда в 80-х годах это была проблема не вич-инфекции и дискриминации вич положительных людей это была проблема смертности от спида потому что не было лечения никто не понимал что происходит никто не понимал как с этой проблемой бороться и была такая небольшая инициатива группа самопомощи которые разработали какие-то стратегии помощи друг другу и так как у государства не было стратегии борьбы с вич-инфекцией и спидом в то время они были вынуждены рассмотреть предложение сообщества о том чтобы дать финансирование им для работы именно вот внутри сообщества кажется что вот секс работницы должны всегда иметь презерватив а клиентам это как-то не так и важно и вот на этом плакате во первых он он уже 90-х в 90-м году его напечатали и он интересен потому что тут во первых это мужская секс работа здесь ну вот секс работник мальчик и клиент со спины и суть этого плаката или тема этого плаката что за секс конечно клиенты платят а секс работники часто платят за это своим здоровьем и часто жизнями и поэтому здесь написано там посыл этого плаката не за любую цену и 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 Мы переводим наши материалы, в том числе на русский язык. Это связано с большим количеством людей, приехавших из стран Восточной Европы в Германию, которым тоже нужна информация на русском языке. Продолжение следует... До 2000, мы были только три колума в нашей стратегии. Президентом, препятствия и репрессией. И потому, что в больших количествах HIV-инфекциях, также в Германии, мы имплементали, что люди могут получить эти вещи, эти сиренки, и в среднем, и в среднем. И это очень важно, что ситуация изменилась в Германии. В основном, что это не нужно, чтобы поддержать декоративную пользу. Это самое важное, что это не нужно, чтобы поддержать декоративную пользу. Это не нужно, чтобы поддержать HIV и гипотезы инфекции. Это поддержка от государства. Потому что они увидели, когда мы имплементали эти вещи 10 лет назад, что мы получили декоративную пользу, и также гипотезы. И поэтому мы пытались, что все других в Германии получили такие вещи. Это, например, для инжекции. Это для пищи. Это для крэк-закции. Это для пищи. Это для пищи. Это для пищи. Если люди хотят использовать это, то они должны идти в кухню для пищи. Их нужно идти в кухню. В кухню для пищи. И это для пищи. И они должны попросить. И это не возможно, чтобы купить в супермаркете или что-то. И это для пищи. И это для пищи. И это для пищи. В кухню для пищи. А я могу ли спросить. Ты все знаешь про наркотики. Но ты сам потреблял когда-то? Извини за этот вопрос, но это важно. Да. Я использую пищу. Я использую пищу. И я использую опиод-субституцию в Германии 25 лет. И тогда моя жизнь очень изменилась. Я получил возможность получить работу в Германии 25 лет. И пытался выполнить какие-то проекты. Саша, если бы мы были сейчас в России, вы уже наговорили на три статьи Уголовного кодекса. Во-первых, наркопотребители. Это означает, что к вам приходят наркопотребители. Вы об этом знаете. И не сдаете их ментам. Второе. Сексуслуги. Это называется вовлечение в сексуальные услуги. И то, что здесь написано про как это надо делать. Ну, слушайте, вот она отритянет. Как минимум. И, конечно же, работа с ВИЧ-инфицированными наркопотребителями, находящихся в местах лишения свободы. Вы что, имеете в виду метадоновую терапию? Распространение ВИЧ-инфекции среди людей, которые употребляют наркотики. В Германии это процент от 3 до 5 людей, употребляющих наркотики, болеют, у них есть ВИЧ-инфекция. В России этот процент доходит до 70. Потому что, во-первых, их криминализуют, то есть они не могут обратиться за помощью, потому что они рискуют оказаться в тюрьме, просто говоря. А, во-вторых, нету таких программ поддержки, как, например, заместительная терапия. То, о чем ты говорила, метадон или есть аналоги этого препарата. Да, это, конечно, огромный барьер для получения услуг. Счастливые и несчастные человеческие истории. Мигранты, люди без немецкого гражданства, не понимающие немецкого, ВИЧ-инфицированные, может быть, больные с ПИДом, которые, ну, блин, им стало хорошо или, наоборот, не удалось? Ну, одна из таких ярких историй, которая тоже недавно случилась, это одна клиентка, коллега и подруга наша. Ей пришлось бежать из России, бежать экстренно из-за опасности тюремного заключения. И всем миром буквально с одного вечера к утру собирали ей деньги на билет на самолет, решали, куда она полетит. И она оказалась в Берлине. И это такая очень счастливая история, потому что она, на самом деле, очень компетентная активистка, несмотря на то, что она, во-первых, человек и ее жизнь цена. Она сделала, она проделала огромную работу в области, там, там, профилактики ВИЧ-инфекции, помощи людям, которые же употребляют наркотики, заключенным в России. И когда она переехала в Германию, там, во-первых, удалось сразу же для нее получить лечение за счет государства. Потом она участвовала в создании СИТИ. Это такая инициатива русскоязычных людей, употребляющих наркотики в Берлине. И она была тоже у истоков, и она одна из основательниц. То есть она сразу же продолжила свою активистскую деятельность здесь. И очень важный момент. Германия признала, что Россия ее дискриминирует на основе ее болезни употребления наркотиков. Уникальность в том, что, во-первых, никому из России не удалось доказать, что из-за наркотиков может быть политическое преследование. То есть связать это с политикой. А мой случай тем и уникален, что если бы я была рядовой наркопотребительницей, может быть, на меня не обратили бы внимания. То есть приобретение одной условной дозы никому было бы не интересно. Но так как я в этот момент ходила в суды и активно защищала людей как общественный защитник. И была представителем во многих процессах. Например? Ну, например, мы освобождали человека от заключения. Ему грозило 8 лет лишения свободы. Он ушел из зала суда. Удалось доказать. Одного освобождали. Он сидел очень плотно. Пересмотрели приговор и скинули 5,5 лет. Я была соцработником в общественной организации. Ездила на различные конференции и была еще человеком, употребляющим наркотики. Меня арестовали, когда я пошла с мальчиком покупать. Покупала себе и ему. Он стоял недалеко. При нем человек принес, отдал. Я заплатила деньги, подошла к мальчику, отдала то, что я купила. Он мне одно подарил. И уехал своей дорогой. И вот это получилось, что я сбытчик. За мной приехали на следующий день. И сказали, вы вчера употребляли наркотики. Я говорю, и что? Да, дома одна. В темноте. Мое право. И что, собственно, вы хотите через сутки? Поехали к нам, нам нужно поговорить. Ну, поехали. И вот это вот поехали. Оказывается, там меня привозят. Оказывается, что я сбытчица. Что этот товарищ свою вот эту доту выдал, как покупку у меня. То есть вся вот эта вот предыстория с продавцом, она не играет роли, а продавец я. Ну, это длилось восемь месяцев. И когда мне уже закрывать дело надо было, сначала обвинение было по третьей части сбыта. А потом уже, когда закрытие дела, я смотрю, что часть-то четвертая. А она идет до 20 лет и до пожизненного. За эту одну условную дозу. И вот сейчас это дело уедет в прокуратуру. У меня вот 10 дней на размышления. И тут уже мои друзья активизировались, купили мне билет. И вот буквально меня вывезли. Нельзя заниматься продвижением здоровья, права на здоровье или доступа к здоровью без учета прав человека. И когда мы об этом говорим в России, когда мы говорим, например, что люди, которые употребляют наркотики, им сложно получать лечение, им сложно получать терапию, им сложно стабилизироваться в обществе без заместительной терапии. Им сложно вообще остаться на свободе. Им сложно остаться на свободе. Им сложно вообще каким-либо образом свою жизнь нормализовать. То нам все время вот в некоторых странах правительство так обрезает наши возможности. С каждым иконом все больше и больше. И организации, которые мы поддержим, которые в очень сложных условиях работают, они делают работу гораздо более, я не могу сказать важную, но они работают в таких сложных условиях. Не как мы тут расслабленно говорим и о наркопотреблении, и о секс-работе. У них запрещено все. Несмотря на это они помогают людям, помогают каждый день, рискуют своими жизнями. И, конечно, мне бы хотелось дальше их поддерживать, несмотря на какие-то ограничения, которые наши партнерские страны. Слушай, а как ты думаешь, я вот понимаю, почему в России не разрешена такая отрасль, как секс-услуги. Потому что у нас скрепы, у нас конституция, у нас РПЦ и брак между мужчинами и женщинами. Но кому хорошо от того, что наркопотребители не получают заместительной терапии? Мне кажется, в России вообще большая проблема с тем, чтобы принять ценность жизни человека как индивидуума. И принятие того, что у человека есть право на здоровье просто потому, что он человек. Мне кажется, в России все еще там есть такое мнение, причем я это сейчас не говорю о людях, которые принимают решения. Это, в принципе, мне кажется, тенденция общества российского, что какие-то права нужно заслужить. А вот если ты себя плохо ведешь, то употребляешь наркотики. Но это значит, почему? Потому что ты такой плохой, испорченный, непослушный. Возьми себя наконец-то в руки. А у тебя еще и в тюрьме сидишь? А при принятии того, что такие проблемы, как потребление наркотиков, это не избалованность. Это несет разные сферы, которые влияют на это поведение. Что человека нужно, в принципе, поддерживать, а не наказывать, если мы хотим решить эту проблему. Это какой-то такой совсем другой уровень мышления, который в России почему-то до сих пор остается далеким и недоступным. И еще в Германии, когда я сюда переехала, я практически сразу заметила, немцы очень прагматичные. И немцы очень хорошо умеют считать деньги. И поэтому немцы очень хорошо посчитали, что им выгоднее заплатить за метадон сегодня, сохранить человеку жизнь и вернуть человека в общество, чтобы он работал, платил налоги, завел семью. И не грабил дачу, например. Что это экономически намного выгоднее, чем человека отправить в тюрьму, платить каждый день за питание, содержание, персонал. А работа судьи, работа следователя и так далее. Абсолютно. Высокооплачиваемые кадры. Да, я думаю, вот это понимание экономической части вопроса и профилактики ВИЧ-инфекции в Германии тоже несет очень важную роль. В Германии очень хорошо все просчитали. Профилактика дешевле, чем лечение и криминализация. Поэтому профилактика здесь доступна. Здесь сохраняют здоровье вместо того, чтобы лечить. Совсем недавно выяснилось, что в связи с санкциями, европейскими санкциями в том числе и с российскими антисанкциями, у нас в России кончились импортные средства и профилактики, и лечения ВИЧ. И мы уже знаем случаи эмиграции из-за импортозамещения. Из-за того, что нет в России импортных лекарств или профилактики ВИЧ-инфекций. Насколько эта проблема сейчас важна для таких фондов, как ваш, для ассоциаций? К нам на самом деле часто обращаются люди с просьбой юридической помощи. Люди, которые оказались в Германии разными путями. И теперь они не могут вернуться в страну изначально, откуда они приехали. По причине того, что в их стране, откуда они приехали, нет лечения того или иного. Это может быть заместительная терапия, это может быть терапия от гепатита С, которая практически нигде не доступна. Или это могут быть АРТ препараты терапии от ВИЧ-инфекции. В принципе, официально в России АРТ препараты доступны. Препараты для лечения ВИЧ-инфекции. Проблема не с импортозамещением, я бы сказала, с моей точки зрения. А проблема в том, что очень часто эти препараты закупают не в том количестве, в котором это требуется. Или закупают не те препараты, которые требуются. То есть там какой-то у них, я не знаю, в какой момент происходит сбой в системе, но почему-то не могут посчитать, сколько людей и какие препараты должны получить. И вот каждый год происходят какие-то такие ситуации абсолютно абсурдные, когда человек приходит получать свою терапию, а ему врач говорит, а у меня нету, жди до следующего месяца. А это не совсем возможно с ВИЧ-терапией, потому что если прервать лечение, то это очень сильно сказывается на иммунной системе и могут быть очень сложные побочные эффекты. То есть важность ВИЧ-терапии в том, чтобы принимать ее постоянно, регулярно, в одно и то же время. Ну и, кстати, вот ситуация с людьми, которые хотят остаться по причине отсутствия препаратов тех или иных, или лечения, которые хотят остаться в Германии. К сожалению, очень часто ситуация такая, что официально есть отчет России о том, что лечение они предоставляют, препараты есть, это официальная информация. И, к сожалению, адвокаты здесь обязаны использовать официальную информацию. Официально все прекрасно. И тогда мы в таких случаях очень часто просим наши партнерские организации предоставить отчет с их точки зрения о том, как там с точки зрения сообщества, а есть ли на самом деле доступ к лекарствам, а есть ли доступ к тем лекарствам, которые нужны. И если есть доступ к лекарствам, это же не основной момент. Например, люди, употребляющие наркотики, которые живут на улице, если их стигматизируют и криминализируют, они за лекарствами никогда не пойдут. То есть наличие лекарства просто как отдельный элемент не несет, в принципе, большого такого веса. Нужно работать системно на всех уровнях. Конец уже близок. Это главный слоган фонда в последние годы. Конец уже близок. Эпидемия. Конец. Да почти везде во всем мире, кроме некоторых стран и Восточной Европы. Включая Россию. Редактор 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 Режн Корректор А.Егорова Продолжение следует...